Ну чё там, контакт есть? Ага, есть контакт, да? Так, ну тогда поехали. Так, аж... Ага, есть, всё прекрасно. В общем, чё я выбрал этого Кирби? У нас, конечно, его проходили, и на усложненном режиме, и всё такое. Ну я просто хочу пройти всех Кирби, которых... Ну не всех, ладно. Кирби пинтбол я не могу пройти. Стоп, или пинтбол я прошёл. Нет, как раз Арканоэд я прошёл, пинтбол я не могу пройти. И не буду проходить тот, который на Супер Нинтендо, который у нас уже проходили, потому что и так мы его недавно прошли. Это не даунпорт, порт Кейма. Это самая первая оригинальная игра по Кирби, где он ещё не умеет превращаться. Что-то неужели не знал этого? А на Неске-то как раз было уже типа продолжение, вторая часть. Ну, она не вторая часть была, она была сама по себе, но... Ну, по хронологии она была вторая. А это именно что не на есть оригинал, самый-самый... самый первый Кирби. Ну вот, я хочу вот этого Кирби пройти. Блин. После этого Кирби для Дэнди пройти. Конечно, у нас уже многие люди проходили Дэнди-ского Кирби, но просто я уж решил, раз проходить Кирби, то уже буду проходить их все. Кроме Супер Нинтендовского. Чё, она мне очень нравится. Дремленд 2 тоже классная, но там турконцовка есть. Я сходу не... Я знаю, как её получить надо, это надо собрать все эти... Ну, там, короче, фигни какие-то, я не помню, как они называются. По-моему, клейты или звёзды. Но я не помню, где они конкретно находятся, поэтому, чтобы на тур Кирби Дремленд 2 пройти, мне нужно смотреть чужое прохождение. И пометки всё делать. Я это сделаю, наверное, на следующей неделе или через неделю. Собственно говоря, с Дремлендом 3-м, то та же самая история. А вот первые две, это которые вот эта геймбоевская, и которые на Супер Нинтендо. Вот, я оговорился, на Неску, на Дэнди. Чем они мне нравятся, так это тем, что они честные. У них нет никакой тру-концовки. Ты просто проходишь игру. Что-то тут заболтался я, ну, ничего. Игрушка мне просто очень нравится. Ну, а то, что вот у нас играл Гриша, я не помню с кем. Она тоже интересна на Супер Нинтендо, но она что-то мне не нравится, я не знаю. Может, визуально она какая-то такая, я не знаю. Ну, чем-то она вот не похожа на остальных Кирби, что ли. А, Каргас-Анджелес, привет. Наверное, нельзя, хотя я не удивлюсь. Ведь Кирби и Нинтендо это одна контора. Почему бы не найти там Кирби? Хотя нет, наверное, нельзя, он же всех покемонов съест. А вообще, это, получается, это у меня второй честный Кирби, который я прошёл. Первый это был этот, ну, который я проходил, как у нас, про блог, как это, не помню название. Короче, Кирби Арканоид. Вот этот, который на Денде, я только его очень давным-давно и с охранялками проходил, то есть с симуляторами. То есть для меня это будет тоже честное прохождение первое. Да, Тин-Тун был. Я на финальном боссе что-то сильно подзастрял. Ну, не знаю, я постараюсь, я до девяти должен успеть, потому что игрушка лёгкая, и тут не сливать-то негде, ну. Блин, что-то, ладно, не буду начать смотреть. А, да, в воде я не могу надуваться. Так, как Ирс-Анджелес, кстати, насчёт этого Тин-Туна, можешь его посмотреть потом в записи, или на Твиче, или у меня на канале. Там ничего особенного нету. Хотя Тин-Тун мне понравился, он красивый такой, и музыка у него хорошая. А, кстати, я вот, блин, не договорил вот на прошлом этом, просто этого босса убивал по поводу детских воспоминаний. Я вот недавно себе скачал сериал этот, Робокоп. Именно сериал, который там, серия, по-моему, 20 или 30, а не такое, что, знаете, вот три фильма таких больших. Ну, типа, как продолжение тоже, оно тоже как сериал считается. И в детстве тоже я смотрел, мне он так нравился, а сейчас я его пересматриваю, еле-еле смотрю серию. Просто, знаете, я в детстве не замечал, что там Робокопа сделали какого-то... Вот как вам сказать? Он никого не убивает. То есть по нему стреляют, там, с автоматов, там, я не знаю, с этих, а он, вот, стреляет либо по оружию, там, либо, я не знаю, там, вот, если шкаф после бандита стоит, он в ножки стула стреляет, чтобы на него упал. То есть, в детстве я на это вообще не обращал внимания, а вот сейчас, когда вот смотрю, ну, это так, блин, врезается в голову, прям аж, я не знаю. Ты смотришь, как не на Робокопа на него смотришь, а как на какого-то идиота. А вот по детским воспоминаниям, это крутейший сериал, блин, он мне очень нравился. Блин. И вот теперь думаешь, вот, пересматривать то, что было в детстве, или не пересматривать? Ну, и что насчет подобное нарвился? Да, блин. Что-то я... Да, кстати, этот сериал, в нём в чём прикол... Блин. Опять отвлёкся. А, Гром в раю, это с этим, с Халк Хоганом, который на лодке катается. Да, я смотрел. В общем, что я по нему могу сказать? Он для меня был средний. Мне из детских очень нравился, короче, этот... Воздушный волк, нравился сериал про вертолёт. И... Рыцарь дорог, или как-то так называется, про машину. Вот по сравнению с ними, если сравнивать, то вот этот... Халк Хоган вообще и близко не стоит. Так, так, я вспомню... А, вспомнил. Да, кстати, если честно признаться, то Санта-Барбару я тоже когда-то смотрел, когда ещё в школу ходил. Но это, наверное, все смотрели. Точно смотрел Кейма. Я уже не помню, про что они, но я... То есть, серии конкретно, конкретный сюжет серии не помню, но я их смотрел. Там у нас канал просто какой-то был, по нему мы скрутили, короче, вот эту сетигню. Танцоров эти волшебных, это точно были. Там ещё была принцесса Старла и Повелители Камней, и что-то такое. Примерно с прорисовкой, примерно, похоже, как у танцоров. Так, блин, не надо тупить на этих. Да, блин. Да, у нас, если говоря, тоже каналов не так особо и много было. Просто вот обычные эти ещё... Да, блин. Ну да, да, вот эти танцоры. Я их помню. Потому что я помню, что я их смотрел. Но мне Старла тогда, помнится, в детстве больше нравилось. А сейчас я даже не знаю, что было бы, если бы я их пересмотрел. Я уже после Робокопа боюсь пересматривать. Смотрим. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да блин! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, что-то я случайно на ускорялку нажал Да блин! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, по-моему, вот этот, короче, она такая ещё... Там, по-моему, не баба с мужиком, там, по-моему, если я не ошибаюсь, мужик был человек настоящий, как бы из будущего, а баба была голограмма. Она жила у неё в этой карточки, типа, как для банкоматов. А, нет, подожди, в той, что я читал, там было, я читал, смотрел, была не такая замутка. Там было, короче, полицейского времени, типа... Короче, в будущем, один учёный изобрёл какую-то фигню, которая, ну, позволила, как бы, прошлое летать. И, короче говоря, через эту машину времени, так сказать, многие преступники, по-сбегали, короче, в прошлое. И он, типа, как бы, пошёл туда, типа, их ловить должен был. А то есть ещё Патруль Времени. Это, типа, короче, как с Ван Дамом фильм был, а сделали, типа, вот, сериал. Я, кстати, уже не помню, какой он был, хороший или плохой, помню, я только что смотрел. Да, блин. Так, хватит тупить. Блин. Ну, с Ван Дамом это у меня от фильмов зависит. Одни фильмы мне с ним нравятся, а одни не нравятся. А как актёром я ничего против него не имею. Ну, собственно говоря, он такой же актёр, как и все остальные, которые ногами махают. То есть в своих, в своей категории фильмов он играет хорошо. Точнее, наверное, играл. А, блин. Блин, а я до Стартрека не добрался. Я сейчас, короче, решил пересматривать этого классического Доктора Кто. Посмотрел первые два сезона полностью, который черно-белый ещё. И дошёл до третьего. Так, блин, надо вспомнить, как-то в боссы бить. Чё-то у меня жизни мало. Я вообще не знаю, тут вообще есть конты в этой игре или их нету. Субтитры сделал DimaTorzok Нафига давать полную лечилку, рядом ещё не полную. Ясно, что я просто полную батлоку. Блин! Ладно. Если такое дело, то я лучше вернусь. Ну, значит, они знали, что делали, когда давали. Да, вот, Скоррош Анджелес, тут вы оба правы. И избалованными не были, а избаловалась как раз ком. Потому что, при копе, ты смотришь не то, что тебе дают по тереку там или нашёл на диске, а то, что ты хочешь. Не хочешь, не смотришь. Хочешь, смотришь. А я как раз наоборот, сериалы начал смотреть с интернетом. Потому что появилась возможность... Ну так аниме это всё равно те же самые сериалы. Какая разница? Ну, анимационные, но всё равно же сериалы. Просто появилась возможность скачать все серии и смотреть в удобное для себя время. Поэтому я их и стал смотреть. Ну, давай, кидай свой, я знаю, ты кинешь. Вот я протупил. Субтитры сделал DimaTorzok Есть. Да, электрошок, это, конечно, класс. Я помню, что в детстве мне он так нравился. Я его и сейчас пересматривал. Особенно, когда они по телевизорам прыгали, так это вообще была бомба. Я когда первый раз это увидел, мне оно так понравилось. Это, знаете, называется дёшево и сердито. То есть, ну вообще, вот... Я от этого фильма в своё время просто тащился. Так, ну а сейчас будет... Я не помню, есть это в Дэнди-версии или нету. Но здесь это есть. То, что мы все так очень любим. Вот пуля в голове, я, по-моему, не смотрел от Джуна Во. Я вообще много фильмов с ней смотрел. Мне нравятся эти круто сваренные, и потом... Потом это круто сваренные... До него был ещё фильм какой-то, я не помню, как он назывался. Про наёмный убийцу, по-моему, так называется. Ну и другие у него, Джуна Во, тоже классные фильмы. Но вот пуля в голове я не видел. Да блин, чё ты делаешь? Я посмотрю, я вообще хотел... Это, все фильмы Джуна Во хотел пересмотреть. Чё-то руки просто ещё не дошли. Да блин. Слушайте, кто знает, вообще напишите мне, в Кирби Канты есть или нет. Чё-то я чувствую, я сейчас сольюся. Просто первый раз, когда играл, как-то всё хорошо дошёл. Она такая лёгкая показалась, а сейчас чё-то... Не даётся. Так, ладно. Да я убедился, что от года кинсо вообще не зависит. Ну, это лёгкая тест. Какой же mö Ni-то. Да это лёгкая тест. Это лёгкая тест. Да и вы посмотрите. Вот за что, когда играл. Это лёгкая тест. Да, это лёгкая тест. Да блин! Ай-яй-яй-яй-яй! Одна тычка! Да что такое? Блин, вот это вот время джойстиком потерял вот в начале И у него походу не хватит до 9 часов Тут осталось уже как раз вот эти минут 10 Блин, я не хотел на этот уровень идти первым, ну ладно Ну я так и знал Я вот буквально вчера смотрел этого Самого первого тарзана пересматривал Который еще не мой черно-белый Ну конечно Ну все равно посмотрел И даже мне он понравился можно сказать Аккуратно Вообще блин тарзану с экранизациями не везет У него вот У него есть хорошие фильмы Про тарзана есть хорошие фильмы Но нет ни одного, который бы вот знаете вот К первоисточнику приблизился хоть немножко Блин Ну вот я читал тоже тарзана Вот просто там конечно У него самое нормальное это именно первые книги Остальное это уже такое Но вот все равно вот именно первая Она снята, точнее не снята Написана интересно Так вот по жестко можно сказать Там же он постоянно и убивает там блин и жрет Короче они друг друга рвут короче на части Ну книжки То есть такого они в одном фильме не показывают Но при этом хорошие фильмы по тарзану есть А вот таких которые вот приблизились бы вот Как это называется Литературному первоисточнику Такого ни одного нету Все пытаются как-то его Сделать более таким не знаю Детским что ли Ну я понимаю Если вот реального тарзана снимать там Сколько кровищей должно было быть Ну они же постоянно там эти обезьяны там он Ну Берроус писал как они друг друга рвали короче зубами там И куски мяса летели И тарзан этот постоянно негров убивал Ну не постоянно но если ему что-то нужно было от них Он вообще как бы не считал что-то это плохое То есть там вот именно вот книжки неплохие Так все сейчас мне надо вспомнить как босса убивать Что он вообще делает Так Теперь переносит нет Ну а это Так Вот это он не должен был делать два раза подряд прыгать Удачи И Вот И Ну Ну Ладно Я Ладно Ну Ладно Продолжение следует... 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 Продолжение следует...